Я напомню, уже 16 ноября, и если вы не хотите мёрзнуть, дорогие женщины, но и выглядеть как капуста, вам тоже не хочется. Посмотрите, пожалуйста, наш следующий материал. Ноябрь. Пасмурно, ветрено, холодно. Всем, кроме Ники, она одета совсем не по погоде. Шёлковый шарфик и лёгкий плащ. Переохлаждение обеспечено. Что такое переохлаждение? Это спазм сосудов. То есть организм стремится уменьшить потерю тепла и сужает те сосуды, которые находятся в переохлаждаемой области. Соответственно, все процессы, которые в этих органах происходят, они происходят замедленно и без такого хорошего участия иммунной системы. Иммунная система как бы выключается, и тогда подцепить любую инфекцию проще простого. С капроновыми колготками Ника не расстаётся с лета. Красиво, конечно, но тепла от них нет. Ходить в таких при минусовой температуре опасно. И это в результате приводит к обострению и цистита, и других заболеваний. Эти обострения цистита могут в дальнейшем привести к другим осложнениям, в том числе, которые потом скажутся на детородную функцию женщин. Мы предлагаем Нике переобуться и переодеться по сезону. Джемпер достаточно симпатичный, но я такие вещи не ношу. Я люблю более открытые вещи. Открытые вещи лучше отложить до весны. Сегодня даже мода на стороне здоровья. Никаких голых животов, мини-юбок и тонких курточек. Одна из главных тенденций – многослойность. Носим брюки из плотной шерсти с кофтами и кардиганами. Тогда и почки, и поясница в тепле. Платье этого сезона из плотного трикотажа ниже колен. Не скучные футляры, а с обязательным декором. Например, кружевом. Ника решила, что в таком платье будет жарко в помещении. И выбрала брюки с рубашкой. Сверху – укороченный пуховик. На голову – шаль. Если гулять без головного убора, насморком не отделаешься. Хронические заболевания в области рта и носа, они достаточно часто вызывают проблемы с гинекологией. Как напрямую, то есть как просто источник инфекции, но здесь ещё есть и другая взаимосвязь. За счёт хронического воспалительного процесса происходят гормональные нарушения. Одеваться тепло в ноябре необходимо, но и перебарщивать нельзя. С шубами не спешите, только перегреетесь и простынете от малейшего ветерка. Кристина Спирина, Павел Иванов, Первый канал.